Мы на блокчейн UA, друзья, в Киеве, в Мерквере, в Конгресс-центре, на стенде Thrusty Wallet. Я Евгений Романенко, амбассатор криптокошелька. Рядом со мной человек, известный в украинской криптоиндустрии. Это Алекс Момот, CEO PinoTrade. И мы с ним с удовольствием сейчас общаемся. Я приветствую тебя на этом замечательном ивенте. Что такое PinoTrade? Что ты сейчас именно делаешь в индустрии? Расскажи. Спасибо. PinoTrade – это и сет смарт-контрактов, даже не знаю, как по-русски, набор смарт-контрактов, которые позволяют делать разные крутые штуки, например, обменивать что-то на что-то в ERC-20 экосистеме без потребления эфира. То есть ты отправишь 10 тысяч USDT и получаешь ту же самую сумму USDT за минусом комиссии в самом USDT, без эфира. Не нужно перед этим депозитить эфир. Вот то, что создавало проблемы в том числе и кошельку трости раньше, насколько мы знаем со слов команды, мы пытаемся решить таким способом, чтобы упростить менеджмент, overhead и, в принципе, дать удобство юзерам. Кроме этого, у нас еще есть решение, которое защищает листинги проектов на Uniswap от внешних ботов, которые пытаются купить много токенов вначале и тут же их продать, обрушив на головы пользователя и понизив цену. Вместо этого мы делаем красивый график, то есть это своеобразный маркет-мейкинг для автоматического маркет-мейкинга типа Uniswap. И кроме того, в принципе, мы делаем услуги приватных транзакций. Это когда транзакция попадает сразу в блокчейн, минуя мемпул. То есть боты не видят ее в мемпуле и не могут что-то с ней сделать и лишить тебя части денег. Ну и есть еще один сервис, это автоматическое переставление ликвидности в Uniswap версии 3, чтобы тебе ручками не нужно было менять постоянную границу твоей ликвидности. И такая еще глобальная штука – это хедж-платформа, которая защищает твои активы, когда ты, например, являешься ликвидитинг-провайдером. У тебя есть позиция в эфире, вторая позиция в USDT. USDT один к одному в долларах, но эфир все время колеблется. Для того, чтобы защититься от этого риска, ты можешь купить хедж, и заливая ликвидность, автоматически купится опцион, который при падении эфира даже до нуля или до каких-то очень маленьких значений выплатит тебе эту сумму. Таким образом, ты там за 10-20% от твоего объема ликвидности получаешь страховку от падения. Исчерпывающее сложновато, но разобраться, я думаю, можно. Blockchain UI – это девятый, вы здесь со стендом. Почему ивенты важны для развития индустрии, и конкретно ожидания от этого ивента у тебя и твоей команды здесь? Ну, так как Украина известна высокой квалификацией разработчиков, инженеров и так далее, для нас самое ценное – это всегда прийти на конференцию, пообщаться с людьми, собрать обратную связь. Буквально вот мы постояли, нам уже приносят наши знакомые, говорят, о, я слышал нечто подобное, вот ребята вот так реализовывают, мы уже собираем информацию, потом анализируем, дорабатываем свои продукты. Ну и всегда полезно пообщаться с людьми, которые активно в индустрии, потому что мы можем узнать, что происходит, адаптировать свое развитие, узнать, какие есть новые веяния, тренды, и, соответственно, развиваться. В чем феномен Украины, почему она занимает место в, как минимум, топе 10, а то и топе 5 стран на криптокарте мира, и какие у нее перспективы? Ну, вот на нашей шкуре, так сказать, мы уже испытали, очень сложно продавать глобальные продукты, например, Cyber Security, вот Remy, чем мы раньше занимались, было тяжело продавать, не то, что там в Америке, даже соседним странам, там в Европе, рынок классический, очень медленно принимают решения, очень долгий цикл сделки, выжить маленькой компанией достаточно тяжело. У нас были клиенты, которые там год-полтора принимали решения. В крипте это все происходит очень быстро. Мы вышли на тот же объем ревеню, который у нас был в Remy, там мы этого добивались 2-3 года, здесь мы вышли за пару месяцев. И этот рынок продолжает расти, это не требует активных продаж. Вот Украина не сильна маркетингом и продажами, к сожалению. Но Украина очень сильна инженерами, и поэтому любые подобные сервисы, которые в том числе в крипте, то есть есть как социальные лифты, а тут такие экономические лифты, которые позволяют быстро построить продукт, быстро получить результат и продолжать зарабатывать на растущем рынке только благодаря таланту инженеров, ну и немножко без дева. Главные рекомендации, вот так само, для всего украинского, интересного, неоднородного, прогрессивного, растущего, движущегося вперед криптокомьюнити? Я думаю, самое главное, это постоянно быть на скрие, нужно все время изучать, что происходит в индустрии. Индустрия меняется очень быстро, но, конечно же, хотелось бы подтягивать наши схилы, нашей страны, наших менеджеров, скорее, не инженеров, потому что там все хорошо, а вот те, кто развивается без дева, маркетингом, смотреть, как это делают наши западные коллеги, учиться у них, чтобы мы немножко подтянули и могли играть еще и на том поле, как мы способны. Алекс Момут, Евгений Романенко с Blockchain.ua, Киев.